Эта программа «Народ хочет знать» на Авторадио, ее ведущая Анна Громова. И сегодня у меня в студии долгожданный гость, российский предприниматель, основатель Международного агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Кусаинов. Ильдар, я приветствую вас. Так, да, Анна, привет. Мы будем вместе подводить с вами итоги уходящего года. Вы являетесь лидером риелторского бизнеса. Давайте тоже об этом сегодня будем говорить. Номер один в своей отрасли, топ-2 франшиз Forbes Россия. Более 180 городов, 8 стран, в том числе филиал в Праге, топ-7 в мире по количеству сделок, топ-100 лучших работодателей России по версии Headhunter. Я думаю, что этот список можно еще бесконечно пополнять. Как с этим живется вам, Ильдар? Слушайте, неожиданный вопрос вначале. Живется более чем хорошо на самом деле. На мой взгляд, я сейчас параллельно успеваю stories отправить еще. На мой взгляд, на сегодня сложилась такая ситуация, что как-то предприниматели любят-то не очень. Поэтому чем больше успехов, тем вроде как больше к тебе вопросов. Поэтому, наверное, вообще обычно к этому ко всему отношусь и считаю, что любые успехи, они временные. И в принципе не надо их так серьезно воспринимать, если по-честному. Поэтому, мне кажется, мне 20 лет было, и я никак не изменился. Ильдар, какой титанический труд за всем этим стоит, даже трудно представить. Но давайте все-таки по порядку о достижениях ваших. Вот тяжело ли в данный момент быть номер один в своей отрасли? Что помогает вам оставаться не просто сильным конкурентом, а именно лидером? Ну, наверное, очень правильный подход к подбору руководителей, всего коллектива. То есть так, ну, сейчас я скажу общие слова какие-нибудь, да, они никому ничего не скажут. Потому что надо реально приходить и смотреть, как мы каждый день пашем. Что делаем, почему мы эффективнее других. Все-таки в России 92% бизнесов открывается и закрывается в первый год. Вот, а такого успеха, а можешь правильное слово, супер успеха, как этажи, достигает вообще единицы там из сотен тысяч. Вот, поэтому надо смотреть ежедневно. Я бы сейчас что бы не сказал, во-первых, мне никто не поверит, скажет, а что-то там это так. Надо приходить, смотреть за счет чего. Мне даже описать сложно так, если совсем откровенно. Ильдар, за 20 с лишним лет развития вашего бизнеса можете вспомнить момент, когда было, ну, тяжелее всего? Да, слушайте, ну, нет, тяжело каждый день. А когда тяжелее всего, ну, в кризисы. Мы к первым кризисам не были готовы, слушайте, вспоминая 8-9 год, реально думали закрыть, прямо говорю. В 9-м году мы хотели это же закрыть уже, думали, ну, все, денег нет, ничего нет. Благо, две квартиры продали, поддержали всю систему. Сами, кстати, в арендованной жили, серьезно, долгое время после этого. Вот, но бизнес сохранили, и сейчас, ну, понятно, что это правильное было решение. Вот, а тогда-то казалось, что все пропало, как вариант твоей руки. Вы топ-7 в мире по количеству сделок. Когда произношу вот слово «мир» и пытаюсь представить масштаб, по руке так сказать, невольно мурашки пробегают. Это каждая, какая сделка выходит по счету с вами? Ну, в России десятая. Десятая. А в мире я не знаю, не считал. Вот, а можно посчитать, там, в российский рынок, я думаю, где-то 4% от мирового, скорее всего, примерно. Но каждая десятая, это уже впечатляет. Да, то есть, это каждая, наверное, трехсотая, примерно. Ну, так, грубо очень, ясно, посчитать. Самое интересное, что с вами можно теперь во многих странах мира не только там снимать, приобретать жилье. Это безумно удобно, что вот тут на расстоянии, протянутые руки, в Тюмени, такие свои ребята могут помочь провести грамотно сделку, все самые сложные вопросы взять на себя, решить, сэкономить время. Вот, Ильдар, почему тогда до сих пор к риэлтору, ну, во всяком случае, в нашей стране отношение неоднозначное? Как вы думаете? Слушайте, у нас и предпринимателям-то неоднозначное отношение. То есть, понимаете, есть исторический опыт. Все-таки 70 лет, коммунизм, бег на месте общепримиряющий, да, там, воспитывали всех нас стабильностью, никто не привык там к другим процессам. Это нужно несколько поколений. Сейчас вот прошло одно поколение, считается 26 лет сейчас примерно, да, там, по-статистике. Представляете, ну, прошло одно поколение с момента вот этого путча, там, да, это что-то какому-то 17-19 августа был. Вот, это мало в масштабах, там, вообще, рыночной экономики, это очень мало. Мы только-только, вот, я считаю, входим в нормальный режим, и будет меняться отношение к риэлторам точно так же. Я вот в Америке был там буквально несколько недель назад на стажировке, и там и в Google сходил, и в Facebook везде побывал, и потом на конгресс риэлторов мировой съездил. Там компаниям по 110-120 лет, риэлторскому, вот, федерации, да, они 120 лет уже этим занимаются. У нас, вот, мы по-серьезным этим занимаемся лет 7-8, если честно, по всем правилам, да. Первые 10 лет мы, на мой взгляд, так не так эффективно были, в одной Тюмени работали. Вот, поэтому, дайте время, все нормально будет. Хотя сейчас, я считаю, в целом риэлторская профессия уже престижная. Уже престижная? Да, уже меняется. Во многих городах это престижная профессия. Все же понимают, что век автоматизации, если бы мы были бы не нужны, ерундой занимались, нас бы сейчас не существовало, мы бы не развивались. Сейчас же все поменялось, на мой взгляд. И потребитель сам выбирает, рублем голосует. И сейчас, если компания растет, развивается, значит, у них все процессы внутренние, правильные. Вот, хотя, я уверен, там, диванные войска по-другому считают, да, там. Слушайте, я иногда ржу, если честно, комментарии, почитаю про себя, вообще думаю, ну, прикол. Ну, вот, видите, вы просто с чувством юмора к этому подходите. Буквально на прошлой неделе у меня в гостях был депутат Государственной Думы, говорили мы о коррупции. И вот он точно так же говорит, ну, вот, знаете, вот, Анна, мы сейчас с вами говорим, а ведь на самом деле этот шлейф тянется, и мне очень сложно говорить, что я вот совсем иначе веду свою работу, совсем по-другому смотрю на некоторые вещи. Анна, все люди мыслят в клише. Все, то есть я никогда не верю в какие-то национальные признаки, там, полувозрастные. Я всегда считаю, есть конкретные люди, которые конкретно хорошо или плохо работают, совершают правильные или неправильные поступки, никогда в жизни недопустимо, ну, какие-то общества там в целом. Иногда я критично отношусь к государственным моментам каким-то, да, там, некоторые, к особенностям, но когда они явно присущи, там, как характеристики определенного объема людей, тогда это можно утверждать. А так, чтобы, вот, там, утверждать, что целая профессия, пока не знаю. Мы сейчас перейдемся на блок полезной информации, после чего вновь продолжим нашу беседу. Я напомню всем нашим радиослушателям, что у нас в гостях российский предприниматель, основатель международного агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов. И если у вас есть вопросы, задавайте их поскорее, присылайте нам. Вайбер, Ватсап, Вторадио для вас, номер 8-922-073-2010. О, как время-то летит, Эльдар. Да, время-то летит. Как у меня вопросов к вам много. А вы задавайте, я могу быстро отвечать. Как мне хочется обо всем с вами поговорить. На самом деле, Эльдар, вы, когда у меня, вы, на самом деле, мы с вами встречались, вы бывали у меня на эфире, но уже прям, прям так цать прилично лет. А, я помню хорошо это, да. Это было лет 7 признан назад. Да, да, лет 7 признан назад. Ты же был, да, да, хорошо, у меня хорошая команда. Я даже сразу же сказал, Виня, я знаю, куда уйти. И помню вот эту девушку. А мне вчера звонит и вам и говорит, Аня, это правда, что у вас день рождения? Я говорю, ну да, правда. И вы в день рождения работаете? Я говорю, ну конечно. А как это может вообще по-другому повлиять? Это наоборот, это так хорошо начнется мой сегодняшний день, что я так правильно встречаю свои 35. Мне кажется, это просто прекрасно. 35 хороший лодочек. Я помню, как 35 лет отмечал. Было очень круто. Я до сих пор помню. А вы вообще как отмечаете? По семье? Нет, я себя с друзьями отмечаю. С друзьями? Интересно. То есть, прям вот хорошо едет. То есть, вы, получается, заранее продумываете локацию? Мы заранее. Вот мы уже, да. В этом году были, в прошлом были в Крыму. В этом были тоже на побережье. Вот. А в следующем думаем, куда. У нас это, наверное, мы в этом, не знаю, что-то хотим пока в Испании. Предварительно. А вы больше за активный отдых или все-таки... Нет, мы всегда все совмещаем. Все совмещаем. То есть, и пассивные, и активные. Все совмещаем. Последний раз там очень хорошо было. То есть, по горам походили, по морю покатались. То есть, нормально было все. Там поплавали на соревнованиях. Там на спорта. Классно, даже на соревнованиях. В смысле, это какое-то... Ну, да, да, да. Соревнования были, мы там вот что... Поучаствовали. Да, смогли. Все там. Концерт, на концерт сходили. Тоже хороший. Культурная программа была. Не, мы вот прям, я за это. Ильдара, вот интересно. Друзья, это друзья те, которые там где-то из детства, с юношеской поры? Или друзья, это тире, друзья-коллеги, с кем в бизнесе могут зайти? Ну, это и те, и те, да. Но больше такие... Ну, мы с ними не всегда бизнес какой-то имеем. Это, как правило, такое вот. Нет, ну, хотя половина друзей из бизнеса. Половина никак с бизнесом не связан. Ну, как и у всех, мне кажется. Там оно это... Подходит. Так, а у вас она как тут... Ну, развиваетесь как ведущий или как? Я тоже могу вопросы поздравить. Конечно, конечно. А что поменялось? Ну, я могу сказать, вот за 7 лет, с 2015 года я являюсь уже руководителем службы эфира. То есть я стала руководителем уже непосредственно над ведущими. Но ведете, да? Но веду эфир. И, конечно, нельзя отрываться от общего производства, иначе ты выпадешь. Вот эта связочка выпадет, и ты перестанешь на одном языке говорить с ведущими. В данный момент я занимаюсь эфиром именно плотно, потому что еще не вышла на свою должность. Но год назад я родила дочку. Круто. Вот поэтому из достижения у меня второй ребенок, у меня сын и дочь. Сын у меня уже 11 лет. Уже большой. Нет, у меня дочери 16 будет. Вот видите, вы говорите, в 11 большой. То у вас сейчас уже переходный возраст вы прошли. Да, уже прошли, кстати. У меня сыну 13 будет 2 марта. И вот сейчас-то, кстати, я вам могу сказать, что я вот уже родил год назад дочь, озадачилась расширением жилплощади, и сейчас очень плотно. Вот, то есть вопрос жилотрепещущей. Да, изучая рынок недвижимости, общаюсь с вашими коллегами. Все, по статистике 50% мечтают о лучших жилищных условиях. Это данные официально. Прям вот это вопрос номер один, и при первой возможности люди это сделают. Очень хочу, очень хочу. Ну, честно вам скажу, уже, видимо, прожив с родителями в определенных там каких-то квадратных метрах, да, уже есть понимание, что ты хочешь, а сейчас почему-то все, всю недвижимость ее как-то уменьшают, 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 уменьшают. И вот больше берут там инфраструктура рядом и уменьшают жилую площадь. Ну, конечно, потому что иначе по этим ценам никто покупать не будет, если там 150 квадратов. Ну, я уж про 150 квадратов не говорю, мне бы, знаете, дар мне 85, вот мне честно, вот так бы хватило. Ну, 85-то это, ну, там, семья из четырех человек, да, то есть это... Ну, да. Для меня, вот, я считаю, что комната одного ребенка, а не разнополые еще 10 лет разница, комната одного, комната другого ребенка, и плюс еще там спальня родителей. Смотрите, вот ваши слова доказывают, что потребность недвижимости вечная будет. Вечная, вечная, я согласна абсолютно. То есть, получается, даже вот, ну, вот, хорошая семья, да, думает купить 8 квадратов. Конечно, конечно. И уже, понимаете, уже начинаешь задумываться более того, начинаешь задумываться о том, что жилье это должно быть и еще и ликвидным, и, то есть, ты уже задумываешься, а нужны ли тебе там, не знаю, таунхаусы какие-то, например, да? А если ты захочешь расширяться, а быстро ли ты это продашь, а выгодно ли это будет? Уже изучаешь, изучаешь застройщиков, изучаешь рынок, кто как, чем живет, кто какие проекты развивает. Слушайте, в России 27 квадратов на человека, в Америке 74, и Европа 52. Потрясающе, в Америке. Нет, чтобы понимали, вот, вообще, представляешь, ну, огромная потребность вообще. Плюс у нас исторически, мне кажется, любовь к жилью, в крови, к собственности, к дому, у нас культура. У них нет такой культуры. А сейчас, Лидар, обрати внимание, вот сейчас как люди, у реки начали застройку, да, еще и ближе туда, вот у нас предки, да, там где-то рядом вода. Ну, нет, это всегда же исторически, там, мы же вышли оттуда, правильно? То есть, все там поселения, они же вокруг рек всегда, там, нил там и так далее, вот, будь здорово. Вот, поэтому, так, все уже, да, сейчас? Да, сейчас. Слушайте, ну, у вас нормально, реклама много, все хорошо, значит, бизнес идет, все, молодцы. Стараемся, у нас тоже рекламная служба очень старается. Ну, слушайте, там есть вот эта грань, когда ее, блин, много становится. Ой, да, ой, да. Слушайте, вот, мне кажется, радио сейчас стали, мне кажется, надо продавать дороже, но меньше ее делать, потому что от радио с этими Яндексами могут начать отказываться музыкой. Так, а в эфире? И в новом эфире авторадио программа «Народ хочет знать». Здравствуйте, у меня в гостях российский предприниматель, основатель Международного агентства недвижимости «Этажи» Эльдар Хусаинов. Уважаемые радиослушатели, если у вас появились вопросы, поскорее присылайте их нам. Вайпер, Ватсап, ВТО-радио, номер 8922-073-2010. Время летит неумолимо, а как о многом хочется, Эльдар, пообщаться с вами. Вы также входите в топ-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. Сколько в вашей корпорации работает людей на сегодняшний день? Ну, у нас же там система и франчайзинга тоже. У нас получается, у нас риэлторы-партнеры. То есть суммарно риэлторы-партнеры, административные сотрудники, там где-то 20 тысяч получается. Ничего себе. То есть это большая такая система. Вот мы как эко-система себя позиционируем внутренне. И да, цифры реально большие, так иногда задумываешься. Ну, у нас немножко нестандартная организация. У нас как таковой нет, я считаю, четкой иерархии внутри. Все, кто у нас внутри, в нашей системе, знают, что мы там чуть нестандартная компания. И как такового, что прям, мне кажется, нету, что мы управляем. То есть мы создаем условия для эффективной работы всех, в том числе административных сотрудников. И весь мотивационный менеджмент у нас так поставлен. То есть на личную реализацию своих целей и хорошо при этом монетизироваться, вот так скажем. То есть мы поэтому и так и растем хорошо. Ильдар, а вот остались ли с вами сотрудники, кто был в самом начале вашего пути? Ну, конечно. У нас очень много таких. У нас кто 20 лет работает, вот из нас было 30 человек, у нас до сих пор 7 человек работает. Вот, ну, те, кто начинал. Это круто, я считаю. Недавно смотрел, из когда вот нас было уже 70, по-моему, работает 22 человек до сих пор. Ну, представляете, да, это очень, вот, я сейчас понимаю, кто не в бизнесе, скажет, что-то цифры какие-то. Кто в бизнесе, давно скажет, так это вообще офигенно. За какой период был самый стремительный карьерный рост вашего сотрудника? Карьерный рост? Слушайте, ну, наверное, у меня, при чем, стал руководителем первый день. А как считаете производительность труда сотрудника? Слушайте, ну, это, у нас много метрик, мы же современная система. То есть, у нас там целая, знаете, там... И вы еще и математик? Ну, нет, я математику люблю, да. Ну, знаете, это же в бизнесе очень много эмпатического, если честно. Там же не только цифры. Я более того скажу, цифры сейчас так на второй план отходят. Все-таки все понимают, что человек искренне, когда хочет работать, когда его прет и ноги несут, только тогда он производитель. Если ты его начинаешь грузить что-то там, чем он не хочет, вот это важно, найти искреннее предназначение каждого, внутреннее, и под это подобрать функционал. И все это еще должно сходиться с компетенциями, мотивационной составляющей. Вы знаете, это искусство. Слушайте, ну, вот, судя по тому, что вы мне сейчас говорите, должность подбирать под человека, а не наоборот... Да, мы так работаем. Так работаете? Серьезно. Это удивительно. У нас, знаете, внутренняя поговорка, будет хороший человек, должность найдем. Замечательно. Прямо говорю. Слушайте, это действительно, вот, Ильдар, удивляет, потому что в наше время для многих предпринимателей в первую очередь это цифры, а вот все, что про человека, про людей, это где-то на втором плане. Ну, слушайте, Анна, честно, подправлю. Мне кажется, современные сильные компании, они уже поменялись. 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 Серьезно, я же много где езжу, спрашиваю, все, поменялось. А сейчас иначе никак, человеческий капитал на первом месте. Все. Ты не развиваешь своих людей, ты им не нужен. Они у тебя не растут в бизнесе, там, ерундой каждый день занимаются на рабочем месте. Потом они, приходит время, и даже если ты им хорошо плачешь, они говорят, нет, неинтересно, я пошел отсюда. А какие у вас основные еще подходы в системе мотивации сотрудников? Какие подходы там? Ну, такие, с нами можно поговорить на эту тему. То есть человек может прийти и сказать, слушай, я хочу вот так. Мы говорим, пожалуйста, давай какой ты результат готов обеспечить, и мы с тобой готовы поговорить. Готовы там. То есть такой. То есть вы в доступе, к вам можно подойти? Нет, ну я имею в виду система. В систему. Да, я-то тоже в доступе, у меня хотя бы дверей в кабинете нет, кто не знает. Да, серьезно, я у себя убрал двери. Все, я теперь сижу, вот прям меня все видят. Потому что, знаете, почему убрал, тоже скажу, во-первых, из-за коронавируса, потому что я считаю лишний контакт. Во-вторых, так неформально пообщался, люди говорят, а черт я узнаю, что ты там за закрытыми дверями делаешь. Я говорю, слушай, они начинают додумывать. Почему? Потому что часть сотрудников, я так понимаю, все были бы директорами и имели бы там свой кабинет, непонятно чем занимались. Я говорю, слушай, я реально работаю постоянно. Я после этого, в этот же день взял и дверь убрался. Потому что я хочу, чтобы люди открыто видели, что я каждый день просто работаю. И нечего скрывать. Вы 17 лет не пьете витаминов, никаких таблеток, следите за своим здоровьем, вообще, в принципе, пропагандируете ЗОЖ, говорите, вот мы эко-корпорация. При этом не выступаете против прививок и даже стимулировали своих сотрудников привиться. Почему? Слушайте, ну такая тема на злобу дня сегодня, да, что называется. Тут, мне кажется так, во-первых, а, это должно быть делом добровольным, я с этим полностью согласен. Ну, прививка, да, это правильно, что наше государство там как-то лояльно к этому подходит. Вот, потому что есть же страны, где просто там жестко, надо и все, иначе там сидишь дома, там, локдаун для непривитых, да, там, это. Сейчас кто-то может пошутить, у нас тоже локдаун, по сути, для непривитых скоро будет, да, но я думаю, что де-факто он такого нет, там, что там Австрия вытворяет, к примеру, и так далее. Вот, таблетки реально не пьют, уже 17 лет, даже, я уже счет потерял сейчас, насколько, не пьют таблетки. Витамины тоже не пьют, я считаю, организм идеален, его иммунную систему нельзя нарушать. Понятное дело, если будет какая-то угроза жизни, там, не дай бог, там, в аварию, ну, попадут, там, не знаю, конечно, надо, там, спасаться, вот. Ну, при равных условиях, поверьте, голова, если болит, она выздоровеет, если вы чуть кашляете, он пройдет, если что-то там, не знаю, какая-то там, еще там, все это проходит. Первое время, месяца 2-3, я, наоборот, как перестал, пить таблетки, стал чуть чаще болеть, я это помню, а потом вообще перестал. Я, правда, говорю, я за 18 эти лет не раз не болел с тех пор. Хочу спросить у вас про инвестиции, еще раз вернуться в сотрудников. Вот во многих интервью вы говорите, что деньги, в первую очередь, нужно направлять в развитие бизнеса и развитие потенциала сотрудников. Я так поняла, что вы уже давно пришли к этой формуле успеха. Наверняка были ситуации, когда вкладываешь сотрудника, из него получается такой сильный кадр, и он уходит. Не было ли обидно потраченного времени? Нет, обидно всегда, да, безусловно. Ну, я думаю, если какой-нибудь работодатель скажет вам, что он рад этому и хлопает в ладоши, он врет вам все, не разговаривайте больше всего. Но тут вопрос вероятностей. Когда ты начинаешь развивать сотрудника, он с большей вероятностью останется. Но важный момент, надо увеличивать доход. Если ты будешь его просто развивать, не повышать в должности, в структуре ответственности, в доходе, то он уйдет. Все, поэтому я считаю, когда ты вырастил сотрудника, он ушел, виноват ты. И ты им не создал условия, по сути, уже другому сотруднику, а ты воспринимал таким раньше. Вот, поэтому здесь вот так. И есть же поговорка такая, шутливая, кого-то из умных людей, что если я... Его спрашивают, вы не боитесь развивать сотрудников, они же уйдут. Он говорит, я боюсь, что я их не буду развивать, и они останутся. Ильдар, как вы относитесь к конкуренции и вообще к злопыхателям? Нет, ну злопыхатели, я считаю, они должны быть. Они у меня есть, честно, у меня есть целые сайты про меня. Телеграм-каналы, которые пишут... Ну вот как вы с этим живете? Да, мне вообще нравится их читать все это. Вы не поверите, я не знаю, я готов им переплачивать за это. Это вы с годами ко всему так чувствуя юмора относитесь? Конечно, потому что, слушайте, люди сидят, пыжатся, пишут, собирают информацию. Я им говорю, вы мне звоните и спрашивайте, я вам сам буду слухи про себя рассказывать. Еще более прикольные и правдивые иногда. Слушайте, я серьезно, мне это очень повышает настроение, это очень хорошо. Потому что главное же, я считаю, с возрастом ты понимаешь, главное, что у тебя внутри, а не что о тебе говорят, и что ты сделал. Поэтому так, наверное. А в плане конкуренции мне она очень нравится. Я сторонник внутренней конкуренции, я считаю, одна из эффективных бизнесов, это когда ты можешь соблюдать внутреннюю конкуренцию. И когда ты удается тебе создавать вот эту конкурентную столу во всех процессах, борьбе за должности, за повышение, за ресурсы внутри компании, которая строится чисто, искренне, прозрачно, такие бизнесы всегда будут развиваться. Поэтому, когда где-то в какой-то сфере заходит большая конкуренция, я наоборот радуюсь, это все тонизирует, это правильно. В Тюмени есть застройщики, которые не работают с агентствами недвижимости. Ваши отношения к этому? Слушайте, таких уже вообще минимум. То есть, менее, по-моему, 5%. Все работают, все нормально. Одно время были какие-то легкие движения, сейчас все успокоилось, все хорошо. Почти все работают. Все работают, да. Что происходит сегодня на рынке недвижимости? Почти все, правильное слово. Почти? Парочку есть. Нет, нет, надо корректным быть. Ну, то есть, возможно, они в дальнейшем-то и придут. Слушайте, а может кто-то еще не станет работать. Я же, что-то такая, мы же не знаем, что будет происходить. Мы только можем догадаться. Ильдар, что происходит сегодня на рынке недвижимости? Вот ваши прогнозы, в следующем году ждать повышения цен? Кажется, уже ни конца, ни края этому нет, честно. Вот сама задалась этим вопросом, и не могу не себе ответить. Вот, может быть, слушателям сможем как-то... Слушайте, ну, да, мы сейчас внутри себя считаем, вот сегодня, кстати, в 15-30, да, будет решение, насколько учетную ставку повысит. Это очень важная информация, если честно. Если сейчас вот ее все-таки повысит на 1%, я все-таки думаю, в следующем году, скорее всего, роста цен точно не будет. Не будет. Да, я в этом уверен. А возможно, даже спад. Вот так скажу. Если ее сейчас на 1% повысит, еще потом догонят, там, там, в феврале, когда у них следует сейчас заседание будет, я думаю, цены в России точно перестанут расти. Ох, Ильдар, ваши бы слова, ваши бы слова. Нет, это железно, слушай, это железно, я в этом почти уже уверен. Мы же видим внутренние все цифры, системы, исторический опыт, понимаем, что бывает, когда учетную ставку вот так вверх уводят, она серьезно, ее 5 или 6 раз подряд повышали. Понимаете, это иллюзия, что можно бесконечно по этим ценам люди будут покупать. Это сузы все раздувается, раздувается. Ну, слушайте, есть предел, слушайте, ну, уже до маразма доходит, сейчас вот однокомнатная, маразма – неправильное слово, надо его как-то вырезать. Да-да, убрать из кирога. Да-да, если бы это не прямой фиг был. Вот, то есть доходит до такой интересной точки зрения, что там ситуации, когда однокомнатная квартира с один квадрат уже стоит там 3 средних зарплаты в регионе, ну, грубо. Да. Слушайте, такого не бывает, это неправильно. Вот, то есть, и как, сейчас потому, что все это взрощено на финансовой подкачке, скажем так, ставки были там 5-6% реально, люди там понабрали, понятно, суперспрос в моменте возник, предложение еще не было готово. Сейчас предложение у застройщиков чуть больше становится реально, новые объекты там, понятно, такая маржа, там все там начинают строить-строить. И сейчас будет другой цикл, вот, но, в общем, посмотрим. Я так, давайте, в конце следующего года, интересно даже будет, я все-таки рисую на этот прогноз, что по итогам следующего года средняя цена в России не вырастет по сравнению с декабрем этого года. Мы сейчас прервемся на блог полезной информации, после чего обязательно вновь продолжим нашу беседу. Друзья, присоединяйтесь к нам, те, кто только что включил Авторадио, напоминаю, в нашей студии российский предприниматель, основатель международного агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Кусаинов. Свои вопросы присылайте нам, вайбер, ватсап, Авторадио номер 8-922-073-2010, группа ВКонтакте, Авторадио-72. Так, ну что, нормально же? Сколько еще осталось? Ильдар, там совсем немного, буквально, может, до 10 минут. Я уж очень прошу вас, увеличивай мне время. Ильдар, вот у меня теперь вопрос, а мы снимаем, да? Да-да-да, ну можешь тебе это задать. Личного, теперь уже тоже характер. Мы с вами соглашуем. Да, вот мне бы, да, очень хотелось вам его задать по поводу недвижимости. То есть, действительно, вот сейчас до конца года рваться, может быть, не имеет смысла гнать и что-то лучшее. То есть, Анна, ну ты для себя хочешь купить? Да, да, лично. Чтобы жить? Ну, тогда нам покупать. Если для инвестиций, я бы не рекомендовал. Если для себя, надо покупать. Сейчас. То есть, не стоит ждать, там, следующего года, что, или, как минимум, там, будет ниже. Жизнь такая большая. То есть, если год прождать, это, это все равно преимущество, там, житье, там, ну, реально комфорт. Не знаю, я вот всегда так рассуждаю. Я считаю, когда для себя, оно плюс-минус 5, там, 3-5 процентов в ту или иную сторону. Тем более, сейчас начать искать, можно вариант лучше найти. Я вот и хочу, я пытаюсь понять, есть ли у меня вот это время, чтобы не потерять средства, есть ли у меня время спокойно поискать для себя, то есть, не гнать то, что там, ага, предложили здесь. Точно в январе советую поискать. В январе? Да, там все сговорчивые. То есть, можно до конца декабря не гнаться? Нет. Нет. В конце декабря всегда пик цен проходит, потом в январе всегда торг увеличивается, выходят на рынок новые предложения, потому что все ждут, все ждут, что в новом году что-то произойдет, а, как правило, ничего не происходит, все нормально. Вот, поэтому спокойно, января ждите, и там спокойной обстановки, время у самой больше будет. То есть, нормально. Кстати, да. Да, и все, и надо. Надо все уметь делать, когда все спокойно. В противофазе со всеми. Потому что ездить надо на работу, когда пробок нет, и с работы там наоборот, да, там отдыхать надо, наоборот, когда все работают, все, и там, ну я всегда считаю, что зачем в эти общепиковую, там, эту… Попадать. Да, спрос там всегда цены выше, надо всегда уметь там спокойно все делать. В целом. Что-то там заменишь? 30 минут, да? Угу. Давай-давай, сейчас мы это сделаем. А тут пока эта камера идет. Так, сейчас… Ну, слушайте, у вас реально нормально с рекламой все, молодцы. А мы же тоже у вас рекламируемся, да, наверное? Да, да, да. Мы рекламодатели. Единственное альдарство сейчас, вот в данный момент, это мы прервались на федеральную рекламу. – Ага. – Которую мы обязаны запускать у себя в регионах. – Ага. – А до этого, да, у нас вот предыдущий рекламный блок был данный. – Ну ладно. – Спасибо. – Не, реклама… Ну, слушайте, мне кажется, в целом аудитория чуть падает радио. Или я не прав? – А аудитория имеете в виду, кто рекламу размещает? – Нет, кто смотрит, слушает. – Слушают, ну, знаете, пока нет такого. – А как вы замеряете? – Есть медиаскоп, который вот проводит исследования, которые определяют аудиторию, сколько у нас там накоплено недельная, сколько месячная, сколько дневная аудитория. То есть, в принципе, пока нет такого. Люди все равно в машинах, ну, конечно… – Ну, Яндекс-музыка, Apple-музыка там, началась же, она же завоевывает. – Да, да. – Безусловно. – То есть… – Но пока еще есть, есть нас, слушайте. – Да? Ну ладно. – Это программа «Народ хочет знать» на Авторадио. – Это программа «Народ хочет знать» на Авторадио. У меня в гостях российский предприниматель, основатель международного агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хустаинов. Ильдар, мы вот начали говорить о недвижимости, какие-то прогнозы, да, уже попытались сделать. Вот какая недвижимость сейчас в приоритете? Коммерческая, новостройка, загородная? – Слушайте… Так у нас, мне кажется, время уже мало осталось там, давайте что-нибудь больше с ними другить. Ну, это ж такой вопрос, смотря кому что. Знаете, бизнесменам коммерческое интересует, у своей аудитории свои вопросы. Кто землю любит постарше, там, загород, хотя молодежь любит загородку. Вот. Кто привык там, знаете, маниакально любит новостройки, тому не важно, что еще два года ждать и ремонт делать, и купят эти новостройки. Кто такой парень или девушка попрагматичнее, понимая, что, да, лучше вторичку купить, а сейчас же заехать и ремонт делать не надо. Это все индивидуально. Никого не осуждаю. – При этом вы сами для себя, если бы стали выбирать, то это была бы не новостройка, правильно? – Слушайте, если бы я хотел все жить, я бы купил бы вторичку с ремонтом. Слушайте, да времени нет реально связываться со всем этим. Вот прямо скажу. И неохота соседей слушать, как они там ремонт делают. Спать охота, жить уже нормально хочется. – Вот степень неопределенности сейчас, конечно, у нас во всем витает, как с этим жить, при этом запускать новые проекты. Вот вы же попробовали себя в новом, начали строить коттеджные поселки. Вот коротко можете… Громкое слово. Значит, планируем начать. Сейчас несколько домов построили, может в следующем году домов 100 построим. То есть, нормально, такой интересный тоже процесс. Хороший, продукт хороший получился. То есть, сейчас вот сам завтра хочу съездить, посмотреть, некоторые готовые. Хотя завтра опять соревнования по теннису существуют. – Придется это… перенесу. – То есть, спорт все-таки на первом месте? – А у меня так с института было. – Да? – Я ни разу не было, чтобы я из-за соревнований это… пошел… пропустил соревнования. – Но я знаю, чтобы… – Я лучше учебу или экзамен пропущу. – Увлекаетесь сейчас в данный момент теннисом? – Ну, у меня футбол и теннис, два вида спорта. Да, я постоянно. Я пять раз в неделю спортом занимаюсь активно. То есть, всегда… – Не пропускаете? – Не, не пропускаю. То есть, для меня это нормально. Ну, а иначе потом это… Как-то не так себя чувствуешь, когда спортом не занимаешься. – Вот один из последних ваших постов, вот прямо сейчас даже открыл Инстаграм и Дарваш. Сфера деятельности – это же девелопмент. – Ну, это мы по Москве-Питеру открыли для помощи федеральным. Это такая большая федеральная тема, если честно, с крупными институциональными там застройщиками. – Слушай, мне надо отдельно просто вас сюда пригласить и с вами на эту тему пообщаться. – Вот Анна, знаете, я сейчас себя поймал на мысли, я за последние пять лет первый раз на радио пришел. – Серьезно. – Так, это нужно срочно исправлять эту ситуацию. – Да, да, да. Ну, это сложно. Слушайте, график очень сложный, серьезно. Даже сегодня мне просто… Я не хотел идти, но мне сказали, ну Анна, день рождения, ну иди сходи. Хоть раз в пять лет. Я говорю, ладно, раз у человека день рождения скажешь. – Ну да, действительно, свои 35 лет я просто считаю, что я в правильной компании отмечаю. Вот как я встречу этот год, так он у меня и пройдет. – Поэтому еще раз с днем рождения. Я же тебе книгу подарил, ну так же. – Да, вот, кстати, да, на моем столе, вот я думаю, что те, кто потом посмотрят видеотрансляцию нашего эфира, «Сила управления» – это же Эльдар Хусаинов. Эльдар, я знаю, что эта книга уже переведена не только на русский язык. – Английский, да. – Ее нужно читать, про нее опять тоже долго говорить и не успеем. – Долго, да, не успеем. Время. Давайте уже про что-нибудь, может, пойдемте поговорим? – Давайте, вот у меня такой вопрос. – Давайте. – Вообще, как стать богатым? – Слушайте, вот, во-первых, да, вот, во-первых, богатыми, мне кажется, это очень малый процент. Вот говорят, нужно мечтать не стать богатым. Нужно мечтать стать сильным, эффективным, рациональным, трудоголиком, грубо говоря, стремиться много читать, слушать других. Вот таким никто не мечтает стать, да. То есть все хотят же стать просто богатым. А я считаю, нужно вот себя поднастроить внутренне, вот именно на эти вещи. Знаете, богатство придет. Обязательно. Вот. И еще очень важно от окружения зависит. Все-таки, я считаю, надо всех… Человек – это есть то, кто нас и что нас окружает. Я реально считаю, что должно быть очень сильное окружение, такое деловое. Только тогда есть вероятность вот в эту среду прорасти. Так, если по-серьезному. И третий фактор – это удача. Кто бы что ни говорил. – Удача. Я реально считаю, что удача существует в жизни. Вот. Но ее нужно заслужить кармой. Да. Вы вообще человек уникальный в этом плане. К своим, ну, сорока с копейками ни разу не матерились, ни курите, ни разу алкоголь не употребляли. Ну, если, Эльдар, с последним все предельно и для меня просто. Я после рождения первого ребенка тоже абсолютно равнодушна от слова совсем. то вот крепко это словцо иногда примерно напряжение ах, как хочется сказать. Вот пытаюсь понять, где подвох, Эльдар, скажите. Слушайте, мне в детстве решили, что я считаю, что мысль формирует сознание, сформирует действие, действие формирует результат. То есть начинается все с мысли, со слова. Вот. Поэтому надо к себе требования эти предъявлять. Я понимаю, что сейчас большинство улыбается, да. Вот. Но, слушайте, это глубинные вещи, их надо просто понять. Вот. Возможно, может быть, я излишне, скажем так, уделя этому много внимания, но я считаю, что я не хочу, чтобы мое сознание, тем более я хотел бы у меня трое детей, да, у самого. То есть я хотел бы, чтобы они были похожи на меня. То есть я вот считаю, надо действовать так, как тебе, ну, как ты хочешь, чтобы дети твои выросли. Они же все равно по подобию вырастут. То есть вот будут действовать по вашим принципам? С той или иной степенью вероятности на себя добавлять. Конечно. Жизнь, она, ну, слушайте. Но вот сейчас, в данный момент, ведь у вас одному из детей 16 лет уже. 16 лет. Вот видите вот эти вот все плоды, которые… А мы, кстати, с ней недавно разговаривали. Я говорю, Алина, говорю, слушай, ну а ты будешь пить или нет? Она говорит, ну я думаю над этим вопросом. А вот будет ли она продолжать дело отца? А мы это мы узнаем скоро. Во-первых, надо, чтобы это дело дожило, пока я будет лет там 25. Слушайте, бизнес в России – вещь жесткая. Вот серьезно. Вот гарантий нет. Я серьезно, я всегда работаю, у меня у самого нет гарантий, что ничего не случится. Дежело попадать на запад. Рынок, да. Рынки могут ухудшиться, там, не дай бог какие-то проблемы могут возникнуть, со здоровьем может что-то угодно случиться. То есть, ну так, знаете, любой даже самый богатый человек, поверьте, так же ни в чем не уверен. Но должен верить, что все будет круто и классно. В каком-то интервью вы говорили, что долгое время не отдыхали, не позволяли себе отдыхать. А вот сейчас, как с этим обстоят и какое путешествие вы планируете, где бы вы хотели побывать? Слушайте, я сейчас так же очень мало отдыхаю. То есть, я недавно считал, что-то 42 дня уже насчитал, взял официального отпуска. То есть, за 21 год. То есть, отдыхать надо отдыхать. Но, я сразу же сделаю замечание. Я бывает, часто могу уехать в пятницу вечером и в понедельник утром прилететь на запад. Вот, с друзьями, с семьей по уши. То есть, у меня вот такой режим отдыха, вот такой бывает. То есть, я раз в квартал могу там в пятницу улететь, удобный рейс, там вечером улетаешь, и в понедельник утром прилетел все-таки два с половиной дня, да выше крыши вообще. То есть, хватает восстановиться там. Поэтому, я, например, ну как бы не стал говорить, что я вообще не отдыхаю. Я не отдыхаю в рабочее время. Вот так скажем. Что вот на данный момент Эльдару Кусаиному самое ценное? Вот чем вы дорожите больше всего в данную минуту? Я думаю, как и любой человек самой жизни. Сто процентов. Все остальное можно решить. Ну и, конечно, здоровье близких. Все, я думаю, у всех это все похоже. Своё здоровье, по большому счету, здоровье близких. Все остальное это решаем. Эльдар, вы знаете, положа руку на сердце, мне очень близки ваши жизненные установки. Вот честно. За таким есть желание. Ну, у меня тоже есть плюсы. Ну, вот тем не менее. Вот знаете, с таким руководителем, как вы, можно и в огонь и воду, и все, что там дальше по списку. И вот, честно, удивляет. У вас есть возможность летать частным самолетом, вы летаете эконом-классом. У вас есть возможность ездить на Бентли, вы предпочитаете такси для экономии времени. Вас волнуют совсем другие вещи. Вы в интервью говорите о том, что не переехали бы жить в Москву и до сих пор не открываете там какой-то большой свой филиал. Не, но мы в Москве, кстати, лидируем так, если что. Лидируете тоже, да. Но при этом главным своим местом считаете пребывание именно Тюмень. Да, мы в ноябре, по-моему, вышли на первое место по сделкам, все уже официально там в Москве. Но, конечно, главной офис у нас будет в Тюмени. Мы с губернатором этот вопрос проговаривали. И я реально так считаю, что мы должны быть в Тюмени. Мне тут нравится регион, условия. Я поражаюсь честно, поражаюсь. Вы знаете, что в Америке нет такого, как у нас все в Москве, все там в Нью-Йорке или все в Вашингтоне. Там все рассредоточено. То есть не в Москве вся сила? У нас она сейчас в Москве. Слушайте, ну там все это, это, там вот серьезно. Это неправильно, это все будет со временем меняться. Знаете, оно тут... Мы же вот от централизации ушли советской, правильно? Советская в итоге до чего дошла система, она вся централизовалась. Везде, во всем, даже в спорте. Там из 16 клубов, по-моему, в одно время 8 московских было. Там высшие, ну, высшие лиги, условно говоря, в футболе. Знаете, ситуация дошла до крайней точки. И сейчас она потихоньку вернется к естественному состоянию, пропорциональное распределение ресурсов. Сейчас уже заговорили о новых городах, правильно? Вот. Сейчас уже говорят о том, что, ребята, давайте там создавать новые центры силы, там, среди миллионников. Давайте там их инвестировать. Давайте там метро. Хватит уже в Москве там метро и в Питере строить. Давайте там в регионах начнем. То есть с бизнесом так же будет. Просто, понимаете, не все сразу. Надо вот... Хочется всего и сразу. Понимаете? Так не бывает. К великому сожалению. Сильно большая инерция системы. Ну что ж, уже будем завершать нашу беседу. Идар, разговаривать с вами можно, конечно, бесконечно. Вы потрясающе интересный собеседник. Такой же человек. Мне хочется пожелать вам всяческих успехов. Знаю, что у вас сейчас впереди будете шагать планеты все относительно того, что планируете развиваться даже в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, слушайте, посмотрим. Давайте. Время покажет. Ну, мы вам удачи желаем. Да. Знаете почему? Я всегда хочу, но гарантий нет. Мне уже 41 год, а я всегда говорю, гарантий нет. Никогда ни в чем. Но надо пытаться и пробовать и верить. Вот так скажу. Идар, пока будем с вами фотографироваться. Напомню нашим радиослушателям, что полностью программу «Народ хочет знать». Вы можете уже через некоторое время послушать в официальной группе Авторадио Тименю ВКонтакте. И, конечно, завершим мы нашу программу. Хочу порадовать и вас, Ильдар. Песни группы Иванушки на стихе Леонида Дербенева замечательного. Песня «Это жизнь». А может другую поставим? А какую бы вы хотели послушать? Давайте лучше где-то. Где-то? Вот еще бы найти ее, Ильдар. Найдите, давайте. Она мне больше нравится у Иванушек. Ильдар, а вот еще какая-то есть у вас любимая песня у Иванушек? У Иванушек? Ну, не знаю. Давайте реви. Так, вот сейчас будем искать и обязательно послушаем в нашем эфире. Так, 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 так. Это же просто она такая, мне кажется. Она мне просто нравилась. Ну, если не найдете, то же ставьте. Если нашли реви, то ставьте. А давайте вот этажи послушаем. Давайте послушаем этажи. Все-таки сегодня столько посвятили вашей компании. Пусть она процветает. Спасибо вам огромное, что нашли время. Спасибо огромное, что пришли. Мне было очень приятно пообщаться. Авторадио.